Пример подрастающему поколению и вдохновения на исследование космоса. Нижневартовск посетил первый югорский космонавт Сергей Рыжиков. Во время визита он оценил сквер, который построили в честь всех его коллег, и встретился с горожанами в клубе «Космоквант». О чем беседовали, расскажет Кирилл Волконский. Тяжело ли прощаться с родными перед экспедицией? Где учатся на космонавта? Растет ли руккола в космосе? На эти вопросы от детей и взрослых ответил югорский астронавт Сергей Рыжиков. Вырастить сельскохозяйственные культуры на МКС, как оказалось, несложно. При этом вкус растений и семейство капустных отличаются, причем в лучшую сторону. Выяснить это позволили эксперименты, которые проводили на борту Международной космической станции. Правда, не все задачи в этот раз удалось выполнить. Состоялся перенос старта модуля «Наука» с апреля на июль. Поэтому наш выход второй был отменен. Еще должен был два выхода быть. Это, конечно, для нас было нерадостное известие. Но зато нам удалось ряд выполнить других задач. Например, поворачивание растений. В прошлый раз не долетело рожжение, но мне так хотелось что-то вырастить в космосе. Договорились с учеными, обеспечивали семена, обеспечивали почву специальную космическую. И вырастили и горох, и пшеницу, и рукколу. Во время второй экспедиции на МКС в открытом космосе командир экипажа с позывным «Фавор» пробыл без малого 7 часов. Все это время он вместе с командой Международной космической станции проводил внешние плановые ремонтные работы. Уже первая экспедиция «Югорчанина в космос» вернула Нижневартовск к звездам. В городе на улице, некогда носившей название космонавтов, появился одноименный сквер. А после подростковый клуб «Космоквант». Разговаривать с ним, он как обычный человек, как мы с вами, но если смотреть глубже, то он какой-то великий, потому что побывать в космосе – это очень круто. Второй полет в космос для «Югорчанина» закончился 17 апреля. Экипаж приземлился в Казахстане. Сегодня Сергей Рыжиков ждет разрешения, которое позволит ему начать подготовку к третьей экспедиции. «Третья экспедиция будет после назначения. Сейчас мне вернуться к своим пенсионам обязанности в полном объеме. Потому что эти полгода мы не допущены были ни к прыжкам, ни к полетам, ни к погружениям. Восстановление закончилось после второго этапа релепитации, через 45 дней после посадки. А сейчас это такой документами регламентированный период, нет допуска к спецсенировке». Еще одна задача, которая сегодня стоит не только перед Сергеем, но и его коллегами – стать примером для подрастающего поколения. Увлечь молодежь космосом. И здесь работать есть над чем. Ежегодно в России в отборе для работы в космосе участвует не более 500 человек, в то время как количество желающих попасть в программу НАСА исчисляется десятками тысяч. Кирилл Волконский, Андрей Клиницкий, Вестиюгория, Нижневартовск. Продолжение следует...